Всем привет! С вами Арсений Филин. Сегодня хочу обсудить с вами два момента. Первое это инцидент с выпускницей в Нижнекамске, который, чтобы пройти в пункт проведения экзамена, пришлось снять бюстгальтер. И второй момент это ситуация с Дмитрием Гущиным, создателем портала Решу.ЕГЭ, который рассказал о массовых сливах перед ЕГЭ по математике и химии, и на которого теперь Рособорнадзор собирается подавать в суд. Для тех, кто же в курсе происходящего и кому скучно смотреть до конца, большая просьба, промотайте в конец, у меня будет для всех небольшое предложение. Попробуем хоть как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. Итак, представьте ситуацию. Небольшой город Нижнекамск. Выпускница приходит на экзамен. Ее пропускают, как всех, через рамку металлоискателя, металлоискатель звенит. Ей предлагают выложить все металлические предметы, выкладываем металлические предметы, проходим через рамку металлоискателя еще раз, он все равно звенит. Ну, выпускница понимает, что у него там микронаушников нету, да, звенеть больше нечему, ну, вот предполагают, говорят, может, у меня там в бюстгальтере косточки звенят, поэтому я пройти не могу. Что, мне теперь на экзамен не идти? Или раздеться? Для тех, кто не понимает, для парней, объясняю. Женский бюстгальтер, он состоит не только из ткани. Есть здесь такая вот фигня металлическая, типа проволоки, которая форму держит, называется косточки. Вот она иногда делается из металла, из железа. И вот эта вот железка вполне, в общем-то, может вызывать срабатывание металлоискателя. Видимо, так, в общем-то, и произошло в тот момент. Сегодня в 10-й школе проходит ЕГЭ по химии. Мне позвонила подруга в шоке. Рассказала, что ее дочь заставили снять лифчик. Я не знаю, сколько раз надо прогонять человека через металлоискатель, чтобы все закончилось тем, что девушка ушла в туалет, сняла бюстгальтер и прошла через рамку металлоискателя без нижнего белья. Вот сколько раз надо человека проводить через эту самую рамку, чтобы до такого дошло. И сейчас у нас организаторы в Нижнекамске отчитываются. Мы никого ничего не заставляли. Это была ее собственная инициатива снять бюстгальтер и пройти. Об этом вообще даже никто не знал. Как рассказывают, что металлорамка реагировала, реагировала. Но никто из присутствующих не слышал, что кому-то было предложено снять. Только, значит, дяденьки-охранники пялись через полупрозрачную блузку, как она, в общем-то, проходит через рамку, удивленно раскрыв глаза. А то, что она разделась, это ее собственная инициатива, ей самой так захотелось. Но вот вы скажите, если вас несколько раз подряд пропускают через эту рамку, она все звенит и звенит, а у вас уже экзамен скоро и все на нервах. Вот вы не считаете, что в данной ситуации человека именно вынудили, то есть косвенно заставили совершить этот поступок, хотя, в общем-то, прямо это никто не говорил. Ну сколько они до посинения ее гоняли бы через эту рамку? Это на самом деле очень хорошо показывает, насколько далеко вот уже зашел этот маразм, когда досматривают, да, проверяют, чтобы, не дай бог, ничего никто не пронес, не дай бог, никто ничего не списал. У нас, значит, идет вот такая борьба за честность. Все должно быть абсолютно честно, прозрачно. Мне кажется, на таможне так не проверяют. Причем, достаточно долго же выпускника к этому готовят. Ему в школе рассказывают, что будут досматривать, будут выворачивать карманы. Рособорнадзор выпустил целую серию роликов, где призывают выпускников быть честными, сдавать экзамен своими силами. Не обманывайте, не повторяйте наших ошибок. Приходи на экзамен со своими знаниями. Сдай, ЕГЭ. Только честно. В принципе, конечно, честность на экзамене это хорошо. Но, во-первых, когда это не доходит до абсурда, когда мы нижнее белье с выпускниц снимаем. Во-вторых, когда выпускников не запугивают уже настолько, что они с дрожащими коленями на экзамен приходят. Ну и в-третьих, когда действительно у Министерства образования стоит задача сделать экзамен честным. И тут тогда такой вопрос возникает. Если вы так боретесь за честность, и так придираетесь к каждому из дающих, почему тогда задания ЕГЭ оказываются в интернете до того, как прошел экзамен? Какая-то односторонняя честность получается. Вы боретесь за честность, чтобы никто не списал и ничего не пронес пункт проведения. И при этом в сети оказываются ответы еще до того, как начался экзамен. Сливы откуда? Задания попали в сеть. Это факт. На мой взгляд, неважно. Это были полностью идентичные задания или задания, в которых только циферки поминены. До экзамена задания должны быть только в одном месте. У разработчиков. И ответственность за то, что они попали в сеть, лежит на разработчиках. Может быть, кто-то что-то взломал, похитил. Может быть, кто-то из разработчиков продал эти задания и хорошенько на этом заработал. Может быть, они специально вбросили в определенных регионах эти сливы, чтобы кто-то сдал лучше, кто-то хуже. Мы этого не знаем. И нас-то не должно волновать. Рособранадзор, он на то и Рособранадзор, чтобы следить за частотой экзамена. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Если задачи попали в сеть, ответственность за это лежит на Рособранадзоре. Вы там честность ищите. Своих работников с металлоискателем обыскивайте, чтобы они не вынесли ничего из этого вашего центра разработки заданий. Что вы выпускников-то кошмарите? Многие мне пишут, да ладно, сливы это же классно. Нам, выпускникам, гораздо проще писать экзамен, когда мы знаем, что будет. Это очень хорошо, пусть и дальше сливают. Сейчас я приведу два аргумента, чтобы показать вам, что это не так. Первое. Как правило, из-за сливов никто не выигрывает. Вот представьте, перед экзаменом вы увидели прототип задания. Вы более-менее знаете, что будет на экзамене. Да, вам будет писать проще. Но ведь слив имел массовый характер. Кроме вас эти задания видели тысячи других ребят. Получается, что если при честном экзамене вы конкурируете с теми, кто лучше готовился, кто лучше разбирается в предмете, то сейчас вы тоже конкурируете. Только с теми, кто раньше узнал о сливе и с теми, кто точно знал, что этот слив, это тот самый достоверный слив среди множества других фейков. Так что выигрышей здесь особо для вас нет. Все списывают. Второй момент. Чем отвратительны сливы? Я общаюсь с достаточно большим количеством выпускников. Я видел, как развивалась ситуация. Прошла математика. Те, кто писал честно, пришли с экзамена, узнали о том, что был слив. Естественно, расстроились. Потом была химия. Химию опять полностью слили. Естественно, об этом все узнали. И к чему приводит такая ситуация? Приводит она к тому, что перед ЕГЭ по русскому языку большинство ребят занималось вовсе не тем, что повторяли правила, банки аргументов и так далее. Они искали сливы. Те самые, которые сработают. Ведь они же точно должны быть. Вот в этом проблема. Потому что в нормальной ситуации, перед экзаменом, человек должен повторять материал, а не копаться по сети в поисках тех самых заветных заданий. Кто-то до ночи, сегодня до рассвета ждал утечки по русскому языку. Так ничего не дождался. Вот он сейчас придет на экзамен. Он будет не выспавшийся. И таких будет, наверное, много. Да, все так. Только не надо говорить о том, что Гущин виноват, что вот такая ситуация происходит. Просто не надо было допускать сливов по математике и по химии. Это функция Рособорнадзора. Так, на минуточку. А то, что сливы были, об этом ребята и без Гущина знали. Потому что все общаются в беседах, все общаются внутри класса. И самим выпускникам это все и так ясно. Гущин просто открыл глаза на этой широкой общественности. На химию слили, получается, на матан слили. На историю точно не знаю. Но, блин, я историю писала. Не знаю, я не нашла, например, никаких сливов на историю. Я потом только, когда вернулась домой, нашла в Телеграме, короче, какая-то группа была, сравнила, и у меня такой вариант был. Итак, о Гущине. Ну, с ситуацией вообще знакомы. Не буду еще раз повторять. Как отреагировали с того времени организаторы? Они говорят только одно. Это нельзя считать сливом, потому что задания символ в символ не совпадают с теми, которые были. А когда выпускник говорит по памяти, что у него было ровно один в один с теми же задачами, то он, я уверен, не может достоверно воспроизвести по памяти, это задание у него было прямо такое же, или это задание из демоверсии, или это задание из сборника по подготовке к ЕГЭ или из открытого банка. То есть я считаю, что слива в полном смысле этого слова не было. Если появляются задания, которые похожи, но с другими цифрами, иногда похожи по конфигурации, а некоторые вообще не появляются, то я не считаю, что это там вот... Ну окей, давайте не будем называть это сливом. Давайте будем называть это вбросом. Или будем называть это сливом с точностью до цифр. Да, действительно, все задачи на ЕГЭ похожие. Это не Олимпиады. Но, блин, только цифры отличаются. Остальное все то же самое. И не надо нам говорить, что это специфика ЕГЭ. Вам любой сдающий выпускник скажет, что те, кто видел вот этот вот листок, однозначно имели преимущество и большое преимущество перед всеми остальными. То есть провал в своей работе Рособорнадзор отрицает. Зато Рособорнадзор решил подать в суд на Дмитрия Гущина за то, что он распространяет недостоверную информацию. Ведь это был не слив. Это был слив с точностью до цифр. Да, Дмитрий Гущин обнаружил этот слив. Простите, слив с точностью до цифр. И рассказал о нем общественности. А сделать это должен был Рособорнадзор. Да, был слив. Вот виновные. Они будут наказаны. Больше сливов не повторится. Вот это была бы нормальная реакция. А вместо этого на него подают в суд, чтобы другим неповадно было разговаривать на такие темы. Мы соответствующий иск подготовим, чтобы впредь никому не было так зазорно в момент проведения очень важнейшего экзамена в жизни каждого школьника делать какие-то заявления непроверенные. Я не знаю, как вы, но я считаю, что Гущин молодец. И, кстати, не только вот в этом моменте со сливами. Решу ЕГЭ, портал Дмитрия Гущина. О нем знает подавляющее большинство выпускников. Да не только выпускников. Учителей, репетиторов. Все, кто так или иначе связан с ЕГЭ, все активнейшим образом используют этот портал. Это, можно сказать, основная, причем бесплатная площадка для подготовки. Огромное количество выпускников ежедневно сидит и студирует этот самый Решу ЕГЭ. Систему, которую Гущин создал на собственном энтузиазме. И сравните с системой ФИПИ. Официальной системой, созданной на бюджетные деньги, которую предлагают использовать для подготовки организаторы. Открытый банк заданий. Как вы часто там на нем тренируетесь? Удобный он по сравнению с Решу ЕГЭ? Да вы памятник Гущину должны поставить, а не в суд на него подавать. Это, как правило, обладатели ресурсов по подготовке к ЕГЭ пытаются раскрутить свою аудиторию. Да-да, конечно, пропиарить свои обучающие порталы. Вот если вы выпускник, напишите, пожалуйста, в комменты, вы до сегодняшнего дня знали о Решу ЕГЭ? Или вы узнали о нему только благодаря тому, что пошли новости об утечках? Ну и какой тогда смысл обвинять Гущина в самопиаре? Пытаемся связаться с учителем и получить подробный комментарий, но говорить Дмитрий Гущин не хочет, много путешествует. Да о чем ты вообще говоришь? Гущин весь день проверял ОГЭ, разбирался в каракулях девятиклассников. Телефон при этом нужно сдать на весь день. И это в то время, как ты, как тебя приличным словом-то назвать, чтобы на самого в суд не подали, клепал ролик для зомбоящика по фоткам из соцсетей, не выходя из комнаты. В общем, вот такой интересный оборот принимает ЕГЭ-2018. И у меня, соответственно, к вам предложение. Если вы в данной ситуации выступаете на стороне Гущина, считаете, что он прав, если вы пользовались его продуктом, Решу ЕГЭ, и считаете, что он действительно помогает людям, или просто по каким-то личным убеждениям хотите выразить симпатию этому человеку, разместите в соцсетях, на стене ВКонтакте, в Твиттере, в Инстаграме, хэштег Гущин Молодец. Давайте устроим такой флешмоб. Зачем? А чтобы о ситуации узнали даже те люди, которые к ЕГЭ непосредственно отношения не имеют. Мне кажется, так мы сможем поддержать человека, который для всех для нас делает большое дело. Ну а мы с вами встретимся в понедельник, как всегда в 4 часа по Москве, на консультации по физике. Скидывайте свои задачи в группу ВКонтакте, будем решать. Если, конечно, после этого ролика меня не загребут куда-нибудь в спецприемник. Всем пока, надеюсь на вашу поддержку.